Опа, а вот и мы опять. Так смешно, постоянно туда смотришь, потом сюда смотришь. Привет, стой земляни. Да, ребят, а какая у нас уже четвертая карта по счету, если я не ошибаюсь? Какому счету? Твоему счету да, оцениваются рамки всей квалификации. То получается либо восьмая, либо седьмая, в зависимости от того. Ты бери больше. Ну в СНГ, в СНГ. Там же еще параллельно идет Европа, это точно. Как минимум одна линейка. В СНГ седьмая, скорее всего, потому что прошлая линейка, первая линейка опаздывает. Да, ладно, вот такие вот мы. Можно, я думаю, переходить, кстати, драфт, тут уже много чего. Напикали у нас Гамбит против команды Black Hornets. Понятное дело, что в этом матче есть конкретный фаворит. Я не понимаю, почему вы не баните Никс Ассасина! Когда пикаете Деваврора, да, забавно. Почему? Ну неужели пик Никса, точнее бан Джакира, это более оправданный, скажем так, бан, нежели чем бан Никса? Когда ты тем более на первой стадии планируешь ОД забирать. Ох, реально очень странно. Очень странно. Ну может быть, ФНГ хочет попробовать поиграть. По-моему, просто квалификации на этот турнир, это не место, где ты хочешь что-то пробовать. Тут же по результатам групповой стадии первый слот сразу же выезжает. А тем более, учитывая, что по факту, мы уже посмотрели с тобой несколько матчей, на первом канале я смотрю результаты. По факту за первый слот Гамбит реально могут с ВП драться. То есть они будут играть, по-моему, в следующую встречу против Virtus.pro. Если они там выиграют, так они с первого места выйдут. Да, да, то есть если ты всех соперников обыгрываешь, а так вполне вероятно, ты выиграешь ВП, у тебя уже вот этот плюсик. То есть игра с ВП, это вот эта битва как раз может быть заслана. Ну ладно, ладно, как ты говоришь, может быть это легкий эксперимент, может быть просто про Никса Сассина забыли. Мы с тобой это уже видим нередко, его забывают. Дараксир оказался в первом бане, Никса Сассин будет здесь в игре вместе с Батрайдером, с Абадоном и с Хаус Найтом. Залетает конь. Второй, кстати говоря, конь. Есть Абадон конь и есть Хаус Найт конь. Тут вообще, смотри, столько живности и у Батрайдера живность, только Никса Сассин сам по себе. Гримстроук, Дум, да, понятно тут все, в общем-то какая-то па теоретически может заехать для команды Гамбит. Брюмастер вот забанил, но тут очень хорошо смотрелся. Да, ну в общем поэтому и забанили-то, учитывая, что ты берешь Хаус Найта. Надо что-нибудь против Хаус Найта взять, может, не, Некровс вот тут как-то не хочется. Не знаю, может, Тайт Хантера какого-нибудь, кстати говоря. Думать четверку и Тайт Хантера взять. А Тайт Хантера-то меньше тут ли Гамбит? Ну, конечно. Взяли тролля, взяли тролля. В общем, ну, наверное, может, БФ-ку эту купить себе. Да, тролль нормально работает против ЦК, просто у него на линии бэтрайдер, я вот не знаю, насколько ему комфортно там. Все, это можно Oracle, Oracle. Oracle есть? Oracle можно? А, Oracle нет. Ну тогда ладно. Oracle, тролль, да, такую комбинацию тоже никто не отдает. Вот, по бану остается, по бану. Нужна, ну, Гамбита, похоже, нужна четверка. Гримстроук обычно на позиции 5. Акулыч, да, будет играть на тройке Думе. А вот Иммершн, кстати, может на Гримстроуке поигрывать, я вот не в курсе. Нет. О, слушай, 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 слушай. Смотри, делаем Гримстроука четверкой и берем что-то против бэтрайдера как пятую позицию. И, правда, какую ты можешь против бэтрайдера как пятую позицию. Да, ну, до шейкера берешь просто на четверку для Гамбита и кайфую. Ну, шейкер, да, нормально тоже будет. Ты, понятно, что по игре ты не будешь прям кайфовать, но теоретически ты можешь в драку там к ЦК залететь в гости, и на линии ты там что-то поделаешь. Для ребят. Ну, может, это четверка еще каких-то выдумать. Там, не знаю, Леона, Шамана. Кстати, или иллюзию убивать можно быстро. Мы музыку выключили из доты, теперь сидим в тишине. Да, она просто с ума сводит, блин, это прям жесть какая-то. В какой-то транс сводит непонятный. Ну, Тайтхантер, кстати, в бане. Ну, так Тайтхантер хорошо подходил к Гамбитам. Не знаю, что они... Ну, видимо, у них есть вариант... А, не дума же. Мы же уже сказали, блин, ёлы-палы, что это дум будет тройкой. Ладно, все. Но это мог быть дум не тройкой. Но мог быть не тройкой, да. Все ты правильно говоришь. Это дум мог стать там четверкой, пятеркой. Не важно, Тайтхантер оказался в бане. Так что все верно. У Dyer довольно много дополнительного времени, и плюс у них еще и ласт пик будет. Слушай, ну тут снайпер, мне кажется, должен... Ну, надо снайпера банить. Снайпер или Медуза. А появится дофолтный Рейзер. Вот так. И, кстати, так Рейзер вообще класс. Для Black Hornets. Ну, я и говорю даже параллельно, я говорю по тракту исключительно. Я согласен, я согласен. Ну, твой бан и твой вариант, он реально учитывался. Ну, разор это опять-таки... Ну, блин, понимаешь, вот Black Hornets показали на предыдущей карте, что они очень слабо играют. То есть кнопки-то они жать умеют. Но они плохо взаимодействуют друг с другом, и поэтому у них не получается нужным количеством людей в нужную минуту куда-то выдвинуться и сделать то, что требуется. Это очень трудно на самом деле. То есть в матчмейкинге это сделать нетрудно, потому что, ну, легче, чем вот как бы собранной командой. Вот мне так кажется, что в матчмейкинге это проще. Потому что, ну, там враг тоже раскоординирован. И как-то в матчмейкинге у тебя порой реально получается, что ты, играя какую-нибудь игру, там, даешь кол, например. Так, парни, типа, го, что-то сделаем, и у тебя как-то команда, знаешь, вроде бы и линию успела пропушить, и руну подконтролить, и уже рядом с тобой, и вот ты нападаешь, и вы все скиллы кидаете, и все четко. А в каптанзмоде против тебя играет команда, которая тоже концентрируется, и там даже если ты начинаешь как-то вот кооперироваться там друг с другом, у тебя иногда получается так, что ты слишком долго это делаешь. И пока ты там, грубо говоря, собирался, у тебя опа, там мид пропушился до Т2, и ты такой выходишь, куда-то там гангать, или там руны какие-то контролить, или варда ставить, а у тебя мид просто пушится, и враг это все видит, и не попадается на твои смолки. Это, типа, тяжело. Вот, здесь у нас ласт пик у гамбит легионка, то есть все-таки, да, видишь, гримстроук для иммершина. Это гениальный пик легионки, это реально гениальный пик. Это хороший пик. Это просто кайк законтришься частично, ты и про за атаком реально можешь работать драки против батрайдера. А тут ласт пик медведя, я, честно говоря, не знаю. Медуза была намного лучше имхо. Медуза была поинтереснее. То есть ситуация на мид, что поставить хорошо против ОД, да? Да, странно, что так вообще, ну, то есть, смотри, ты можешь, погоди, дабл пик был у Блэк Хорнс, правильно? Ну, ладно, они на самом деле хороший дабл пик взяли, Абадон, Бэтрайдер, на самом деле. То есть это такая, ты как бы Абадону не отдаешь сопернику, и поэтому Бэтрайдера еще забираешь. То есть оппоненту уже как бы тяжеловато. То есть на саппорт позиции как-то этого Бэтрайдера законтри. Тебе надо какого-то кэри брать хорошего. Но ты же мог Никс ОД забрать. То есть вот Никса забрали в итоге третьим только персонажем. Ну, ладно, посмотрим, что там будет дальше. Ну да, Гамбит все же фавориты. Гамбит с таким пиком могут особо долго не читать. Там Тролль реально берет пару барзовых артефактов и начинается. Атака? Ну смотри, прошедший матч 0.09. 0.12 на Легионке? Ты что, ты мне... Это какая-то, не знаю, понятная стата. Я при том видел уже такую стату 0.12 любым другим героем. Мне кажется, она какая-то забагованная. Да, я согласен. Скорее всего, опять-таки, это решает там открытый-закрытый профиль в дота-бафе. Ну, наверное, решает. Ну, потому что пока эта стата работает, по крайней мере, то, что я вижу. У меня не было возможности даже доту запустить, потому что у нас постоянные турниры сейчас идут. Вот какого первого числа мы прилетели в Париж. Там у нас, ну, чисто физически нет компьютера, чтобы как-то доту подключить. Там что-то battle pass смотреть, глянуть, там какие-то фичи. Только вот по обзорам знаешь. Потом, ну, ты домой успел заехать? Я, например, даже дома не был. То есть я в этот день трансфера сразу же приехал в Москву. И вот, собственно, комментируем мы с тобой сейчас игры. Так что, да, реальность, атака какая-то немножко странноватая. Гримстрокер нашли, но это должно быть лёгкое убийство. Стану секунду, залетает койл, что ты будешь делать? Так, ну, давайте оценим ситуацию. Никс уже замахнулся. Стану ещё действовать где-то 0,4. Ты можешь нажать alt и кликнуть. Ну, давай, 0,37. Она не показывает дробные числа. Ну, ясно. Кликнул. Кликнул. Ну, 0,37 где-то. Этого хватает, чтобы Никс совсем подкопал. И два стака напалма. Легионка подходит, но качать прозатак в этой ситуации никак бы ситуацию не изменила. Ну, да, там, скорее всего, заимержит. Нам даже бы за тир-1 вышку полезли, сделали бы этот вирсблат. 1, 0. Тролль, две веточки, танго, щиток. Ничего интересного. По линиям ещё посмотрим. Возможно, какие-то будут перестановки. Пока у нас Doom, позиция 5. Гримстрок, позиция 4. Легионка 3, ОД2 и Тролль. 1. Акулыч на руне. Акулыч. Надо нажимать быстро в райдфлик. И получается забрать у команды Гамбит. Аж 3 руны. Хотя ФБ сделали. Хотя, да. Вот как бы ФБ сделали-то дайр. А то подловили легионочку, кстати. Неплохо, но домашняя. Не, слишком быстро она. Отцы. Ну, хорошо. Заставили нажать холонсал. С другой стороны у хаус-найта. Ну, такая. Ты приходишь с нулевой минуты на линию. А, так погоди. Я только сейчас понял, что он стан вкачал. Как бы понял, чем ему это грозит. То есть он же сейчас не сможет от крипов отхиливаться за счет хаус-страйка. Лата по ночью ФБ получил. Так он получил этот ассист, который, ну да, он получил фигу с маслом. Уважение, уважение от тиммейта. Плюс ремы. Плюс ремы. Только как теперь стоять? У тебя ресурсов особо-то по мани нет. Тут сразу же Акулыч начинает прозонивать этого ЦК по-жёсткому. Восстанавливаться ты от фантом-страйка, от хаус-страйка не можешь. Ну, короче, да. Да, Бадон уже готовится и динается. На низком старте, так сказать, был Архангел. Центр. Центр. Тут всё понятно. У Дэлл он друид. Я даже на эту рейне особо внимания не обращать не буду. У меня есть власть мышки, поэтому я так, время от времени туда залетать. Только крипстаты будем пристанно смотреть. Ну и снизу ботрайдер вместе с Никсасасином против тролля и Дума. Дум. Уровень 1 инфернал. По крипам здесь ничего быть не может. Никсасасин только что спаун заблочил. Ну, думаю, в общем, этот спаун не нужен. Тебе не нужен спаун, если у тебя нет даже прокачки деваура. Ну, пока этот спаун, да, действительно не нужен, но... Вообще, по-хорошему, чтобы крипы там спаунились, потому что там может заспауниться какой-нибудь фуфлыжный крип, которого ты есть не хочешь. Да, и тебе надо там стакать периодически, чтобы там дождаться либо Сатира, либо Урсу. Ну, на втором уровне Акулыч, естественно, берет пассивочку. Будет сейчас под крипами нападать. Ну, вот так вот начинается линия здесь. Легион Командр свободно может фармить. В общем, пока линия ЦК, Бадон ничего делать не может, а Бадон уже готов дать еще один койл. Ну, это Бадон, он какой-то, да, прям совсем бесполезный получается. То есть, вот он... Ну, что он фулл хп-шного ЦК лечит? Типа... ЦК здесь... Ты под ЦК ты хочешь брать какого-то как раз агрессивного саппорта, чтобы, там, не знаю, какого-нибудь ВИЧ-доктора, да? Стан, Каски, Маледикт, все, убил. Вот, а здесь получается то, что и сам по себе ЦК на линии, как бы он может быть агрессивным, но он при этом может достаточно хорошо линию стоять за счет своей пассивки, за счет критов, да, потому что он отхиливается. Его реально тяжело вот именно выгнать с лайна. И Абадон еще приходит, который просто экспу всю чалит и вот эти кайлы кидают. Вот конкретно в этой игре Абадон, по-моему, просто юзлис герой. Ну, он, понятно, он по игре станет чуть полезнее, возможно. Чуть полезнее... Ну, в дуэли-то может немножко подсейвить. Ну, да, да. Ну, как бы тут у Гамбит реально сколько? Ну, раз, два, ну, три героя, которые против Абадона очень хороши. Тролли и йоды. И учитывая то, что на линии этот Абадон пока вообще ничем не занимается, ничего полезного не делает, я, честно говоря, думаю, что Радиант очень сильно передрафтили. Ну, вообще, в целом, в целом сильно передрафтили. Даже Никса Сасси тебя не смущает против АД. Честно говоря, нет. Секунды стан для Гримстроука не страшно, рифта нет, больше контроля нет и Гримстроук спокойно, свободно уходит. Центральная линия Лондруид 11, вот до 13, в общем, да, без изменений. Два нулика уже ЛД позволяет хорошо на линии стан. Стоять. Линия скучная. На лёгкой вот самая походная сила. Да, вот Сайт Дайер и на предыдущей карте этого медведя пикнули. Но здесь, кстати, этот медведь, он более оправдан, чем на предыдущей карте, потому что тут всё-таки ЦК у тебя, как Кэрри. Его обычно надо подкреплять каким-то ещё Сэмми Кэрри, чтобы у тебя было несколько хороших кор персонажей в лейте. А Нага это такой герой, которому можно на мид, не знаю, пугну, пикнуть, просто чтобы раннее давление какое-то оказать и уже как бы там потом разбираться с вражескими героями. Там фактически на предыдущей карте медведь, ну он просто вышки ломал быстро и всё. А основную работу всю Нага делала. Убивала, демош наносила. Атака на ЦК. Ну, кстати, здесь, конечно, реально может быть очень опасным. Так, кстати, по поводу Медузы, там в чатике ребята написали, что Медуза в бане была, а я чё-то не заметил. Ну, может, и правда была в бане. О, Сатир. Прикольно. Спасибо. Ну, может быть, даже ФНГ не станет его хавать, потому что, ну, клэп на саппорте Думи, мне кажется, получше. Ну, чтобы демедж какой-то наносить в зоне, я Сатир просто... Ну, вот потеряешь ты всю ману и чё, вот, как бы, что-то будешь делать. А так ты хотя бы можешь реально, видишь, вот так вот клэпнуть и много демеджа нанести. Можно, как бы, отключить просто автоматическую вот эту вот... Это понятно. Смену пассивной способности скрипа и просто захавать большого Сатиры, чтобы получить фарм. Вот. Но, опять-таки, менять, мне кажется, его не стоит здесь. Руны. Тут у Гамбита всё не очень получилось гладко. Да, три... Только одна руна. Ну, одну ещё не забрали, но они контролируют её. Сатира кушает и кушает именно... Я не знаю, хотел ли он это сделать или нет, это уже не так важно. ФНГ здесь пытается уйти, дает шок вейв напоследок, но ФНГ это не спасает. Либо Трайдер пытается от ситуации улететь, уходит, но Дум погиб. Сатиры на порчание, как вы помните, скушал. 0-3. В топе особо не жалуется на фарм. Всё добивает, всё качает. 26 на 6 у него статистика. Даже в каком-то смысле получше, чем у ЦК, потому что ЦК меньше динайл. Ну, и тут не исключено, что Акулыч реально будет серьезной проблемы, какой-нибудь там, блинг, драмы, БКБшка может быть, или Аганим сразу может быть даже на Легионке в такой ситуации. И всё. Уже будет очень комфортно играть против такого кардера. ФНГ выходит на поворап в боте, не забирает. Потому что дабл дэмэдж в топе у нас павнится. Фейзи подъезжает для Акулыча уже. Вот их кроли, вы смотрите, мне жалуются на фарм. Тут ещё и контратак, там и чеширы нужно наказывать. Да, всё, для этого есть. Никс Ассин должен уходить. Но правда, это хак, еле живой. И догорел. Ого! Ого-го-го. Жёстко фонит, же санит, эклипс, есть астрал. Пикачу пытается убежать. О-о-о, как же было больно ему. Хорошо, что ещё дуэли не оказалось. Уровень 5 только у лидер команды. Да, это были бы легчайшие плюс 10 для Акулыча. Ну так, медведь понемножку начинает напрягать ОД. Из-за того, что там корни иногда могут прокать. И ОД действительно уже не так уж и комфортно стоять эту линию. Но отдавать эту вышку на съедение медведя тоже, конечно, не хочется. Поэтому восстанавливать здоровье Афонинджа возвращается обратно на лайн. Будет ли это у нас медведь через Мидас? Интересно, или это может быть вообще какой-нибудь рейнджовый даже мишка. У него, кстати говоря, нет с ОМОНа сейчас. Что обидно. Без ОМОНа на миде стоять грустно. Против отдать, он постоянно закрывает ещё и восстанавливает. Да, да, да. ЦК, кстати, тоже может в Мидасе купить. Не знаю, на ЦК, по-моему, Мидас это вот прям мастхэв. Артефакт. Ты можешь на медведя Мидас не покупать, сразу в какой-то радианс выходить можешь. На думе Мидас не покупать. Выходить сразу в какие-то полезные артефакты. Да, если ты тройка дум. Но вот на ЦК, по-моему, без Мидаса играть очень грустно. Потому что там левела нужны. 15-20 уровни. Элементарно, чтобы для того, что, ну, Фантазм там был помощнее статы. Приятный. Ну, там на 20-м ГПМ есть, в общем-то. Если я ничего не напутал у ЦК. У ЦК 20-й ГПМ, да. Да, там 150 золота в минуту. Приятный талант. Верим, срок перемещается на ТА. Да, начинает Гамбит потихоньку раскочегариваться. Потому что уже ближе к 10-й минуте тут появляются хорошие левела у саппортов. И, может быть, сейчас будет попытка убить Палантимоса. Но это сделать очень трудно, если он с полным стэком стоит на лайне. Если он стоит с полным стэком на лайне, то... Ну, как ты его будешь пробивать? Надо его подхаразить немного. Там ведь еще и Абадон в какой-то момент может оказаться рядом. Тимонцпелл засейвить. Блок Архангел. Третий уровень выходит в бот. Тапка у него, естественно, до сих пор нет. Ставится Сентривар. Девардится вражеский Вижен. Здесь команда ИБХ. И ребята начинают функу бот прессовать. Правда, вышку задавить там не получится. Дахак откидывает с топориками Чуширского кота. Батрайдера уже... 3200 нетворс, что довольно немало. Он убивал. Он очень много убивал. Уровень 5, правда. Могло быть и получше на такой линии. Но тут трипла стояла в какой-то момент. Поэтому батрайдера только сейчас появится ультимейт. То есть он, конечно, его прокачает. Да, прокачивает ультимейт. Ну, на тролле можно атаковать. Но там нужно, чтобы хватило контроля. Иначе нажмет на ультимейт. На такой ранней минуте его можно, правда, отвезти. Это не так реально страшно. Этот ультимейт. Но если там будет вся команда, то, конечно... За этого тролля можно просто очень много фрагов отдать. То есть там убить одного тролля, отдать там тройку и двух саппортов. Смоук активирует гамбит, бегут в топ. Хотят подгангать немножечко хаоснайта. Ну или просто вышку спушить. Я не знаю, какие они тут цели преследуют. Что хотят? В идеале, конечно, и то, и другое, да, сделать. В идеале, и то, и другое. Но будут ли Black Hornets отдавать вышку? Или там будут они отдавать своего ЦК, как только увидят атаку? Ну, на руну сейчас ЦК может выйти. А может под байтей даже не брать нарочно ее до конца? Эх, было бы прикольно. А Фантазм? Отцы? Ну, давай. До свидания. Полды помнят? Да, ведь еще и Фантазм потратил ЦК, которого не будет очень долго. Я помню, раньше была мета. Вот как раз перед... Перед каким? Перед, наверное, седьмым интернешнлом. Это была мета, когда хаоснайта очень часто использовали. И там, если ты помнишь, Фантазм юзали просто на фарм. То есть ты просто прожимаешь Фантазм, отправляешь иллюзии фармить, и при этом качаешься сам. Потому что тебе первое время этот Фантазм не особо много чего давал. Правда, потом этот Фантазм переработали. Возможно, сейчас уже так делать не имеет никакого смысла. Но это явно лучше, чем просто вот так вот на руне его заюзать, да, и слить. Слить, элементарно. Что это за CD-порт? Не хотят доказать? Ну, тут подходит Пигнум. На самом деле там Санит Эклипс, удар с ДД, возможно бы ЦК, если бы он снова погиб. А он Мидас даже не скинул еще в момент этого острова. Это был вообще прикол. Это было бы супер фиаско. Это выход вообще из таймингов, не знаю, минуты на три, на четыре, наверное. Возможно, даже больше. Легионка берет драмчики. У Легионки все очень хорошо, поэтому можно не рашить блинка, а вот именно приобрести какие-нибудь артефакты именно для того, чтобы в тимфайте себя комфортно чувствовать. Потому что блинка, ты просто прыгаешь, даешь дуэль. А драмчики, это ты можешь драмчики заюзать, добежать, дать дуэль. Дуэль эту там попытаться выиграть, потому что тебе больше статов, больше всяких приятных бонусов для атаки и для защиты. Соответственно, выиграв дуэль, ты кастуешь на себя пресс за атаку, потом начинаешь бежать на кого-то другого. Тут попытка сейчас забрать Абаддона. У Абаддона нет шестого уровня, это еще плюс десять. Опа, да. Хорошо. Хорошо. Дум хочет еще. Все еще смоуки находятся и станут кентавры. Поролон Друид себе купил Масков Меденз для Медведя. Ну и проигнорировав, в общем-то, Мидас, можете заметить. Ну да. Тут два Мидаса. Два Мидаса, два Мидаса. В такой игре это была бы, мне кажется, грубая ошибка со стороны Black Hornets. Потому что, если Нага могла хотя бы как-то сплитить иллюзиями, скипать крипов, то ЦК так делать не умеет. Ладно, умеет, но просто не раз в 30 секунд, а раз в 100 с лишним. Или сколько там вообще, я не помню, сколько у КД у Наги иллюзий. Но ты... Они существуют практически все время, которое кулдауниться, скажем так. А у ЦК совершенно не так. То есть у тебя иллюзии там практически сразу пропадают после того, как ты их скастовал относительно того кулдауна, который у тебя есть. Убили Абадона в очередной раз. Пытаются подцепить здесь Легионку. Дум на них сасазина. Чтоб Моноберн просто не кастал. Но Моноберна у него, в общем-то, и нет. Ну, чтоб не отстанивался там как-то. Я не знаю, Карапаса никакие не скастил. Ну да, в итоге вышло не очень хорошо, потому что никого убить здесь пока что гамбить не смогли. Вот если заберут Батрайдера, то норм. Причем это, кстати говоря, более четкий фраг, потому что за Чеширского кота ты получишь больше денег и золота, просто потому что это третья позиция. У этой третьей позиции больше ресурсов. Ну, ты, разумеется, и золото это еще потенциально забираешь. У Батрайдера, который мог сейчас фармить, что немаловажно. В отличие от Абадон, например, который фармить в момент своей жизни особо и не фармит. Потому что он бегает по карте. И во время жизни, и во время смерти. Герой не фармит никогда. Только что дота ему дает. Так сказать, нищий. Максимально нищий персонаж. Ничий не умеет. Что касается добивания крипов. Так, тролль, Дифузл Блэйд. Первый артефакт здесь будет. Все чаще и чаще мы наблюдаем этот предмет. На тролле. Есть здесь какая-то прямая причина, почему именно Дифузл Блэйд. То есть, когда против Рейс Кинга играешь, или это Медуза, я вообще могу понять. А вот здесь. Так Дифуз, это просто... Это самый... Это самый... Ну, такой хороший вариант с точки зрения... Стоимость-дэмэдж. И вообще возможность этот дэмэдж наносить. Потому что ты можешь купить... Сенчиндьяшу, это вроде бы тоже артефакт не шибко дорогой. И много дает тебе дамага. Но урона сенчиндьяшей ты можешь нанести немного, элементарно. Потому что ты... От тебя все могут разбегаться. А от диффузов как бы далеко не убежишь. Ну, Дэль, пока кулочек оставать боится. Вот на Пикачу решили. Не-не-не, нельзя спешить. Надо, чтобы немножко урона прошло. Медведь нарычал. ФНГ не достает. Пикачу слишком быстро с этим медведем и фейзами. С дуэлей нужно быть аккуратным. Тоже давать ее прям в уверенный момент. Ну, если ты хочешь выиграть. Если хочешь зафиксировать и не погибнуть дуэль. То, конечно, можно в самом начале. Ну, да, да. Для легионки, мне кажется. У нее и так уже плюс 30 урона, кажется. Да, сколько? Плюс 30 у легионочки. То есть не обязательно прям каждый дуэль выигрывать. Если ты просто реализуешь дуэль для того, чтобы сделать фраг. Это вполне того будет стоить. Так, ну, Хаус Найт фармит. Потихоньку фармит. Проверяется армлет у него уже после Медаса. Уровень 11. План Тимос сидит в лесу. ОД, Форстаф. Дальше будет Блэкин Бар. Легион Командер. Дофармливаю тебе Блинк. Дум пока пустой. Пятая позиция ФНГ. Только с счет Девауры их живет. Так, контролируем. Никс Ассиэн. Руну здесь забирает и уходит. Хорошо получилось. По итогу по рунам, скорее всего, будет 3-1. Блинк Дайгер Батрайдер. Купил. Такой достаточно быстрый. Прогенерировал Травела себе. Взял Барабаны только. Виндлэйс. Он еще быстрый. Ну, дальше и Травела может купить. Не забываем про Легион Командеру. Который проза атак. И проза атак имеет, на самом деле, у нас намного больше рейндж. Ну, смотрите. Вот проза атак рейндж. Вот, в общем, и Фотик Шилд. Ну, полтора раза, наверное. Тот. Вот и все, собственно. 2-250. Только что исчезли. Угу. В камере на ближайшие 90 секунд этот линк не так будет полезен. Тяжело. Тяжело против Легионки играть. Слишком большой рейндж. Проза атака. А потом на уровень 4. С половиной. Почти пятый. 16-ая минута. Бывало и получше. Бывало и получше. 900 на Творс. Думал, уже там в уровне 7. Мы уже дум видели давным-давно. Да, немножечко подзастыла у нас игра. От Гримстрока очень хороший дэмэдж исходит. 4,7. Его плевок. Строк оффейд. Выдает очень много урона, конечно. Постоянно он на линии спамил по ЦК. Там, видимо, этот урон потихоньку и натикал. Да, тишина пока. Реально тишина. На грани резидент-слипера эта игра. Ну, явно лучше, чем предыдущая, я тебе так скажу. В конце концов, тут... Все может намного стремительнее развиваться. Где-то минутки через 4, когда у Легионки появится блинк. И, ну, не знаю, пара артефактов еще на корах других у Гамбита. Там вот есть ли диффуз уже есть, то диффуз Инженд Яша или диффуз БКБ. Ну, диффуза еще нет. Ну, то есть диффуз и БКБ. Или диффуз и Сенженд Яша. Вот. И ближайший, там, не знаю, какой-нибудь слот на Деваврере. У него 7200. Он купил форстаф и БКБ фармил. Ну, вот БКБ купит. И уже, собственно, можно реально играть активно, пока Медведь там не накачался. А то ведь... Он ведь на Радианс фармит после Most of Madness. Ну, как... В момент, как он купит Радианс, есть вероятность, что его ДПЦ... Ну, БКБ, примерно, Вадим, ты будешь это время. Единственная проблема. Что он другие там сможет в состоянии с Гримстроуком, с Думом бороться. Ну, и Никс Ассасин тоже потихоньку моноберто прокачивает по чуть-чуть в траке. Если там вот БКБ закончится, Никс Ассасин где-то переждет, будет не очень приятно. ЦК фармит тебе саплю. Армлят саплю. Уже достаточно бодро, да? ЦК так прокачивается. 8200 у него Нетворс. Фармит действительно, будь здоров. Так, ну вот, Дефизол Блэйд. Снизу давит Батрайдер линию. Хотя пока в позиции ждет, пока хоть кто-то сюда придет. Желательно какой-то герой типа Гримстроук. Никого нет. Нажимает Firefly. Быстрый крипов здесь съедает. Аккуратно улетает. Из-за улетки. Нерезково. Так, деньги на Блиндайгер и Легион Командра есть. Ну вот, он берется. Хорошо. Ну и все. Абадон до сих пор, кстати, уровень 5. Только что взял. Только что взял, да? Только что взял. Я напоминаю, что... Дуэль это такая способность, которая накладывает эффект сайланса. Здесь, в общем, Абадон все равно сработает автоматически. Но если какой-то вдруг брейк появится, то можно Абадона реально за дуэль забрать. То есть есть способность в дуэль. Купить, купить Телевередж. Ударить, сдать дуэль и все. То есть вот Блэк Холл накладывает эффект сайланса. Вроде как ты встань, но эффект сайланса появляется тоже. Такие вот есть способности некоторые. В отличие от такой-нибудь Трайвадж или РП, да? Вроде РП и Блэк Холл... Ну, примерно похоже что-то идет, но эффект разный. Блэк Холл в этом плане сильнее. Да, не дает такому персонажу, как Абадон там... Ну, там Троллис, можно же Троллис с 25-м. У Урса не может же Троллис с Аганимом. Ну, да. Такие факторы, особенно когда против Легион Командра играешь, это максимально важно. Рошанна проверила Никс Ассасин. Да, Гамбиты могут за счет этого Тролля. Рошанна достаточно быстро убивать. Тишина, тишина. Открой график и посмотрю, сколько давно. Ну, посмотрите, вот у нас квадратики какие-то идут. Потом бац, 15 минут. И вообще ничего. Ни башни, ни фраги, ничего. Абсолютно такая безинициативная игра. И, кстати говоря, казалось, по крайней мере мне, вот я, когда увидел то, что Гамбиты будут играть с Блэкхорна, задумал, что... Ну, сейчас они им реально зададут жару. Потому что, ну, они могут навязать хороший темп. Как бы это команда, которая у нас даже, наверное, на первый слот претендует. Вот. И учитывая то, как пассивно Дайр играли на предыдущей карте, они могут реально поплатиться за такую пассивную игру против Гамбит. Но пока они, как бы, уверенно фармят. Пока держатся на плаву. У Абадона разве что все максимально плохо. За 20 минуты не может выформить тап, пока покупает... У нас же черную кровь вместо масла с виндлейсом, с тиками и звуком. Да, да, да. Прям совсем какая-то печальная ситуация у Блэк Архангела. 2-2 по аронам. Никакой драки. Гамбита слева. И БХ справа. Книжки. До сих пор мы не видели ультимейт Гримстроуку, кстати. Про комбинацию с Дуэль я ничего не говорю. Как я понимаю, дуэль и ультимейт Гримстроуку не сочетаются. Есть несколько способностей в доте. Хотя это нигде не написано, которые не сочетаются. Ты начинаешь одну дуэль, а потом начинаешь вторую кастовать, если ты выиграл первую. Как-то так это работает. Интересно. Вот уже и сабля. Вот уже и сабля. Дальше Тараска. Ну, закономерный билд. Может быть, в какой-то момент Блокенбар только что появится. Хотя... Хотя, не, наверное, нет. Да не смотри даже на Уданин. К черту Блокенбар. Так, ну, мы очень близки к резиденту Слиппера. Максимально близки к я сам сейчас зайду и напишу резидент Слиппер. Куда? В волчат? В этой игре? Да. Я могу. Ну, да, я тут не играет, поэтому можешь. Олды помнят. Да, да. Олды помнят. Олды помнят. Ну что, теперь только БКБ на ОД ждем. Я не вижу смысла играть Гамбитом пассивно, потому что сейчас как бы уже Радик появится. Они же реально могли, ну, как-то пойти, как-то попытаться подраться, но ничего этого они не сделали. В таких ситуациях Акулыч лучше Мидасик себе взял уже. Да, да. Я согласен абсолютно. В итоге Акулыч будет брать Блэйд Мэйл, но Блэйд Мэйл здесь работает не очень хорошо. Против Медведес его, то есть тут очень много различных источников урона. Блэйд Мэйл работает против урона, который сконцентрирован в какой-то одной цели. То есть против какого-то взрывного импульсного дэмэджа. А когда тебя бьет ЦК с Фантазмом, если он тебя начнет реально бить, и с критами, то даже если эти тычки влетят в Блэйд Мэйл, за счет критов иллюзии просто отхилятся. И сам ЦК тоже отхилится. Поэтому Блэйд Мэйл тут реально не самый такой ходовой артефакт, но на Легионках привыкли. Видимо, чтобы какой-то, знаешь, соло-фраг делать. Там напасть на какого-нибудь того же самого ЦК, если у него нет Фантазма, просто за дуэль попытаться его убить под Блэйд Мэйлом. Смог активировали гамбит. Наконец-то! Всех поздравляю! Открывайте, ребята, шампанское. Дум. Не важно, кто выиграет в этом тимфайсе. Вы, кстати, заметили. Сайланс пошел. Гримстрок получает небольшой контроль. Врывается под райдер. Гримстрок ультимейт так и не нашел. А потом сразу же подключается ультимейт. Астрал очень вовремя от ОД. Хорошо здесь сыграно. Врывается на Легион Командер. Хаустайт просто уничтожает. За несколько секунд ультимейт от Гримстрок. Никакого импакта здесь не дает. ОД под БКП пытается убежать. Но боюсь, что он отсюда никуда не уйдет. Райт кликов хватает. Уже минус 3. И погибает, конечно, Хаустайт под эффектом Дума. Самая Фрингет чудом выживает на 100 хп. Драка по итогу заканчивается размином 3 в 3. Кто-то выкупался? Кто выкупался? Никто не выкупался. Мне показалось? Нет, нет, никто не выкупался. Все, окей. Мне показалось просто, что кто-то выкупался. Видел, как ЦК разорвал Легионку? Да, жесть. И Блэдмейла там особо ничего не изменит. Блэдмейла, да, у него нет. Но как только этот Блэдмейл появится, реально ситуация вообще никак не поменяется. Разве что дополнительная броня Легионке поможет немножко. Как бы переживать вот это все. Но ведь там и у ЦК появятся артефакты хорошие. То есть он будет еще сильнее пробивать. Интересная драка получилась. Но, в общем, баха говорят, что парни, мы можем драться. Мы можем драться, реально. Не хуже вас. Несмотря даже на Блэкенбар у УД. Тролль дофармливает себе БКБ. Самое главное, гамбитом как-то Никса выключить из драки. Иначе он УД жизни не дает. Пока там БКБ сильное, конечно, можно еще что-то придумать. Но БКБ станет послабее, постарше. И будет уже... Постарше? Никс будет реально достаточно серьезной такой занозой. В пятой точке у Диварера. Пожилой Блэкенбар будет. Будет, да. Состарившийся. Ну, в общем, этот Никс Асасин вот так и будет работать. Выход. Мана Бьер. Очень круто все сделали здесь. Дайер. Напали на ОД. Максимально грамотно реализовали лассо. И можно пытаться Рошана забрать. Фантазм должен быть скоро, я так понимаю, да. Можно будет этот Фантазм споставать. Там только все драки потенциально. 30 секунд еще. Да, кулдаун все-таки на Фантазм слишком большой. Ну, ОД к тому моменту зареспаунится. И пока он телепортируется на Шайна. Кстати говоря, гамбиты решили тут все-таки подефить этого Рошана. Как-то поспамить скилами. Дум вышел. Сразу же его принимает. Говорит, иди сюда. Давай. Поболтаем. Дум выкупается. До ультимейта 20 секунд остается. Кримстрок уже с ультимейтом. Не, 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 надо уходить. Все. Достаточно. Достаточно. Надо как минимум дождаться Фантазм. Как минимум. До него 5 секунд нужно для этого остановиться. Очень долго Рошана просто дайер бьют. Если бы у них было бы чуть побольше дэмэджа, конкретно по Рошана, не могли бы его попытаться забрать, пока ОД спавнился. Но поскольку такого дэмэджа нет, он будет только с Фантазмом. Но если ты Фантазмом кастанешь, там Рошан клэпнет, влетит нюк Гримстрок, нюк Легионки, как бы иллюзии все рассыпятся. Ты Фантазм моментально потеряешь. Его лучше оставить на Teamfight. Который, кстати говоря, реально может быть сейчас будет, потому что у Гамбит есть все. Вот Эклипс появится скоро. И можно вот выиграть Teamfight, забрать Рошана самим. Если Гамбит выиграет драку. Забрал дохак башню на центре, старт уже Смоук. Ну, давайте посмотрим, как будут ребята выходить. Блокенбар есть. Лундруид только что заметили. Вырыв на Лундруида! Лундруид! Ай, Акулович! Акулович! Сам себя обмануло. Подон ультимайт подключает. Шикарный подкоп от них сосательно. Врывается Батрайдер. ОД Блокенбаре ничего не может делать. Под этим Блокенбаром Гримстроку. Ультимайт пошел. Дабл Дум есть. Хорошо сыгран от роличной. Отгрызть Хелс Найта. Есть дуэль. И Регион Командер. Здесь дуэль чудом не проигрывает. Погибает. Кого знает, погибает Никс Ассасин. Дум на Лундруиде действует, но он должен отсюда уходить. Мишка грызет на развороте. Выкупается Никс Ассасин. Дум погиб с байбэка. Масков Мэднес на Мишке. Но Мишка не может бить. Есть бочка. Сгорит ли Гримстрок? Сгорел. Сгорел. Хватило там урона. Ну тут, конечно же, еще тролля хотят забрать, ребята. 400 кинопалма. Нет кнопок вообще. И празатак. Ах, корни. Ну празатак сейчас зарешал. Диффуз, кстати, может появиться у Дахака. Сейчас Блэк Архангела должны будут забрать. Хотел задинаиться, но там Сайланс повесил. Это байбэк. Байбэк на байбэк по итогу после этой драки получился. Есть Астрал. И кто здесь? Батрайдер? А, здесь Медвишка. Плюс 300. Плюс 300 для Гримстрок. А Гримстрок, кстати, богатый. Смотри, Линза есть, Гриммер есть. У него 6600. Ненамного меньше, чем у Легионки. Ах, как же Никс работает хорошо. Вот не забанили, не забанили. И у Д все больше проблем будет. Сколько там уже БКБ? 80 секунд. Ну, реально часики-то тикают. Ошибка в драфте. Ошибка в драфте, Карл. И как будто просто за ФНГ забыл. Реально мог просто забыть. Ну, забыл. Не знаю, может сам хотел забрать. Может... Да там ведь еще и вторая стадия была банов. Понимаешь, там же можно было не в первой стадии, банить. А во второй... Да, ну да. В этом-то еще прикол. Никс на третьем пик. Да, это был Абадон Бэтрайдер. Никс был на третий пик. БХ юзают Смоук. Заходят в Рошпит. Фантазма нет еще 45 секунд. Ждут, что кто-то появится. Может утащить в Лассо кого-нибудь, если Легионка далеко. Или можно, в общем-то, саму Легионку попытаться утащить. Легионка не успевает. Из-за пораза так за счет Блейк Даггера. Но тут рифт. Тут рифт. Гримстрок нажимает на тиммейт, но нет дума, поэтому ничего тут не придумаешь. Нет, ты думай, не герой, не способности. Вообще, Габитам, конечно, эту нельзя проигрывать карту. Если они хотят с Virtus.pro соперничать за выход с первого места. Потому что Virtus.pro эту карту, мне кажется, выиграют у БХ. Хотя, я не знаю, как они там... Но они же все свои карты выиграли, я так думаю. Я тебе могу сказать, что в матче Virtus.pro winstrike, первые минут 15, все шло на рап. Да, я видел, я видел, да, я видел. Но Virtus.pro там все равно победили. Вроде как, ну, пока все забирают. Да, в общем, Габит вроде все пока забирали. В том-то и дело. В том-то и дело, что не забирали. И вот этот вот мисплей на драфте, он реально может стоить карты. Гамбитам. Но правда, если Гамбит обыграют БХ и выиграют Virtus.pro, то там может как-то по результатам личных встреч или... Ой, ладно, мы не будем загадывать. Там на самом деле не забывай про соперника. Типа Team Spirit. Ну да. Соперник, который... В БУ-1 вообще совершенно спокойно может и Гамбит, и Virtus.pro. И Virtus.pro тоже они могут выиграть. Без рофлов. Какую-то реально коронную стратку там заюзать с SF или широком. С грифсами пойти просто все поломать. Я напомню, Spirit это Олд команда... Олд. Экс команда Олд Бат Голд. Недавно их совсем подписали. Присели на зарплатку, да? Ну, заслуженно. Никто не смысл. Они очень круто играют. По крайней мере, играли. Вот, как у них на этих квалах пойдет, я не знаю. Даже если они проиграют эти квалификации, это не значит, что они там супер плохо играют. Надо просто посмотреть, что они делают. Все-таки мы это уже видели. Это повтор. Ну, дуэль хорошая. Никса, чтобы выключить его быстренько. F4x Shield. Ну да, Никса должны вырубить. Он, кстати, выкупался совсем недавно, поэтому байбай по нему нет. И очень долго будет он в таверне. Тролль. Сразу же минус року ультимейт. Пошел Дум. Дум только по одному Батрайдеру. Не лучшим образом. Тролль начинает играть с Медведя. Тоже не лучший фокус получается. Но что ты сделаешь? Там Дум на Медведя и на Батрайдера. Именно на Медведя, на Медведя. Погибает Тролль. Плохая драка для команды Гамбит. Не самый удачный ультимейт Дума. А тут только Афонин же сейчас подходит. Погоди, Афонии не было в этой драке. И он может тут реально попытаться. Что дальше делать? Бьет с Амона Афонин же. Ну нет. Ну не знаю. В Батрайдере есть покупаться неохота. Он вроде подошел. Говорит парень. Как же жестко. Удачи, счастливо и хорошее настроение. И пошел назад. Ну неудачный Дум. Реально. Дум Батрайдера и Медведя это очень плохо получилось. Тут, понимаешь, не Дум неудачный, а Саулбинт неудачный. То есть, ну, ты же Саулбинт не контролируешь. Ты кидаешь героя, а связывает того, кого связывает. И, ну, ты как минимум в одного героя как бы Дум кастуешь. А второго это, ну, в общем-то, может быть Медведь. Может быть какой-то дух Праймал Сплита. Может быть Иллюзия какая. Ну, то есть, как попрет. Реально, как попрет. Ну и вот он Рошан для команды БХ. Пик силы, ну, уже реально. Ну, ЦК, посмотрите, что ЦК творит. 18 уровень, и у него с этим артефактом вообще 6 какая-то. Да, если Легионка бралась как одновременный ответ и к Бэтрайдеру, и к Хаос Найту, то сейчас этот персонаж уже, ну, скажем так, против Хаос Найта не очень хорошо работает. Потому что ты отзами не уничтожаешь иллюзии с одного шота. Да, ты их дамажишь достаточно серьезно, но и ЦК тоже не лыком шит, как говорится. То есть, он не заходит в драку вот именно, знаешь, в лоб. Он ждет, пока драка как-то начнет развиваться, ждет каких-то кастов от соперника. После этого используется Фантазм. Если надо, ты иллюзии разводишь. Выходишь одним героем, там, кидаешь станд, в тебя летят какие-то кнопки. И после этого ты как рифтуешь вообще всей пачкой вот этой вот огромной коней огненных. И просто отрываешь сразу полбашки там какого-нибудь, не знаю, Думу или там Легионки. Моментально сносишь половину стека, если не больше. Вот, и дальше уже как бы твои иллюзии нечем крыть. Понятное дело, что если ты просто вперед идешь, да, вот как, не знаю, ни о чем не задумывающийся игрок, то, конечно, все твои иллюзии уничтожают. Там, ОД, там, топорики всякие раскрутятся. А если ты иллюзии разводишь, контролишь, то дэмэджа ты именно носишь очень много. Тем более вот иллюзиями с Тараской, которые реально в драке долго живут, которые хорошие статы имеют. Ну и вот Рейден доигрались в какой-то момент. У них было очень много времени, когда они могли действовать, пока у Медведя не было Родианца. Чего они сделали? Ничего. Мид ломали слишком долго, зажимать никого не смогли. Ну, пожалуйста, расплачиваются сейчас. У Медведя как бы тут уже Кераса с Родианцем. Эта тревышка падает нереально быстро. Они не могут быстро убить, на самом деле, в какой-то тролльного. Там Никс работает. Там Никс. Я реально, вот Никс заслужил эту победу просто этим появлением этого героя. Да, да. А если он купит Аганин еще, эти Моноберны будут заходить по УД, а УД не будут понимать вообще, откуда он будет как Траволта ворочиться туда-назад, не понимая, где вообще эти Моноберны летают. Максимально... Сколько там? 7 секунд, 8. На мем с Траволты реально очень сильно похож Терарблэйд. И когда его в лобе выбираешь, когда он... Ну или когда пикаешь, он, знаешь, он так смотрит реально влево-вправо. Так очень похоже на Траволта, напоминает. Ну, да, да. По крайней мере, не самая легкая игра проглядывается для Афонинджа здесь, конечно. В предыдущем тимфайте, если бы он оказался рядом сразу же, то, скорее всего, у Гамбит выиграли Бедраку, потому что, ну, Никса шотнули за дуэль, задизейблили и убили. Вот. И если такое будет продолжаться, то у Гамбит должны тимфайты выигрывать. Но Никс ведь это сам прекрасно понимает. У него есть ЕУ, он может там как-то встать получше, если что, под ЕУ лица там в момент блинка Легионки, в момент каст дуэли. Ну, это, конечно, трудно сделать, но тем не менее. Надо Легионки проиграть, просто так моментально, врывается Хаус Найт, Фантазм не использует. В этот раз отличный Солбайнд и Думпо сходят по Никсу Састину, по ЦК. Ну, это просто 10 из 10. Просто идеально. Санет и Эклипс, погибает Нимс, погибает Мондруид, должен погибать ЦК, ЦК Саигиса, он появится. Даже, наверное, нажмет Фантазм, даже попытается драться. Там есть дуэль. Такой важный фактор, дуэль ПК на Ападон, Ападон погибает. И Хаус Найт, Фантазм здесь уже не нужен. Но уже не нажмется, да, уже и маны нет. Да. Ну, пожалуйста, реализация комбинации. Реализация комбинации Дум плюс Гримстрок. Очень просто, очень эффективно. Какие же герои попались там удачные? Ну, реально, лучше не придумать. Никс и ЦК. Да, ведь могло опять там связать, допустим, ЦК и Мишку. ЦК бы пережил этот Дум, потом бы заспавнился и... Как бы кастанул бы Фантазм, было бы уже трудновато. Ну, а тут Гамбит с таким легким движением руки. Сейчас пойдут ломать ХГ. Выкупация... Ну, ЦК, я не знаю. Но вообще за 40 секунд можно, мне кажется, сломать лайн и вообще совершенно спокойно отступить. Так, все, Батрайдер погиб только что. Не факт, посмотрим. Выкупается все-таки ЦК, да, решили дефать эту сторону. Прикольно. УД не уходит далеко. Да, реально прикольно. Это Манобёрн просто залетел? Ну, да. Там подкоп даже Манобёрн. Или что, одного? А, нет, Манобёрн, да. Там же Клдаун 4 секунды всего. Ну, что, потомки, баните Никса? Как там в Гадиваровых играется? Сколько раз... И ведь понимаешь, в чем... Самое неприятное. Против Никсана Девавры реально можно играть. Да, он доставляет неудобства, но реально можно играть, когда у тебя в пике есть Легионка и Дум. Но не всегда получается это сделать. Вот на таком уровне игры не всегда получается Никса найти и вот именно схватить его за... Не знаю, за жабры у него нет. За усцы. Не знаю, за хитин. Ухватить его и не дать ему кастовать кнопки. Вот. И... Пока нет Дума и Солбинда, ну, конечно, тяжеловато. Шрайн на потенциальный Рошан. Падает. Легион Командер 48 урона. Появляется Блокенбар, еще один. Да, Блокенбаров много. И... О, ну, умершин, если купит вот эту вот штучку, то... Понятное дело, что там... Дабл Хекс, Дабл Сайланс, Дабл Дум. Да, это жестко. А, еще... А, рун... О, так может быть что-нибудь придумать? Эти иллюзии сочетаются с твоим рифтом? Эти иллюзии сочетаются с рифтом, с критами, с армлетом. И скорость атаки имеет еще. Да, да, да. Ну, это против тролля, видимо, его топоров, потому что... Тяжело очень поймать кого-то в корне, когда на тебе мясы от топориков тролля висят. Ну, слушай, медведь на самом деле... Ну и перед перспективой. Очень больно бьет. Да, медведь хороший получился. Вот мы так думали, что... Может быть ему какие-то Space Create артефакты здесь купить, да? Вот... Хотя, наоборот, мы же говорили, что с ЦК надо какого-то еще дополнительного с Эмикэрри иметь. Ну да, так и получилось. То, что... Медведь насобирал крутых слотов, подцепили Гриммстроука, стан и легкий фраг для Дайера. Тут Никс Асасин не пижонит, не бьет с Вендетты. Нажал Юльчик, подкопал шанс уйти в таком... В таком случае... Минимальный. Минимальный, да. Минимальный. Только если команда как-то пойдет вгрызется в твою жизнь. Будет тебя сейвить. Да тут... Да, Рошана еще потанц... Ой, еще долго, долго мы будем ждать. Минуту 40 минимум. А башни падают. Башни падают? Да, равная дотка получается. Скади еще от хаосна. Слушай, а... Сильно, сильно может быть. Что он взял? Он на 20-м взял... Не золото. ...пробивание спелл эмуна. На самом деле, мне кажется... Правильно сделал. И правильно сделал. Потому что деньги у него есть, медасик у него есть, и... как бы он будет на плаву оставаться так или иначе в этой игре. За счет этого аутскадия... Да вроде неплохо смотрится. Те ж на цк... Не, но ты можешь вторую тараску, конечно, купить, если прям хватит. Не, вторую тараску не надо точно. Я думал, что может бабочка какая-то ради мясов там, мкб. Ну, ОД точно мкб не купит. Тролль тоже. Пока, по крайней мере, тролли или мкб не покупает. Ему нужны другие вещи покупать. Теоретически ему сатаник, наверное, надо бы взять в этой игре. Вот. А если на темпе купить бабочку на хаоснайте, да, она не дает силы. То есть твои иллюзии мощнее бить не станут. Ну, намного мощнее. То есть, как бы, скорость атаки увеличивается за счет ловкости. Это работает. На иллюзиях это приятно. Вот. Но не в этом их основная, скажем так, мощь. Не в этом их основная положительная сторона. А именно, вот, прирост к силе дает ЦК. Очень крутой фантазм. Но, тем не менее, вот эти вот миссы 30. Не знаю, алибарду. Хотя бы. Ладно, не бабочку, а просто алибарду купить. Вижу сейчас. Медведь, конечно, да. Лупин будет здоров. Что это такое? И вот ты потом спрашиваешь, зачем покупать мом на медведя. Вроде бы да. Вначале он не очень круто работает. Фармить не позволяет так же быстро, как Медас. Зато потом... Плюс 300 для УД. Да, наплевать. Наплевать, а потому что Баха очень довольна. Рошан. Трехмедведи уже умудрился у нас потерять Пикачу. Аганим. Совсем скоро появится у них Сасси. Остается тысяча. Нет смысла при покупке уже будет быстро расставить байбэк какой-то. Аганим поинтереснее смотрится. Так. Аккуратно выходит Никс. Тут, похоже, готовится какой-то смоук. Но очень аккуратно гампи действует. Ставит в центре. В надежде поймать Никса Сасси. На Никса Сасси в любом случае готов заходить в спину. О, не, нельзя, нельзя, нельзя. Нужно спасать. Спасти Медведя. Как хотите. Форс ставчиком попытались засейвить. Но там присосался Фантом. Копайте. Делайте, что хотите. Медведь должен жить. Ну и драться, правда, тоже нельзя команде Баха в этой ситуации. Без Медведя драки не получится. Да, этого Медведя надо отхилить и дождаться, пока пройдет кулдаун. Вызвить еще одного, чтобы можно было в середине тимфайта. Все крутится вокруг очередного Рошана. Это уже второй будет. Аегис и, соответственно, первый Сыр на карте. Успеет ли Палантимос дофармить у нас Скади к этому моменту? Наверное, ему на байбэк еще нужны деньги. То есть он прям сразу Скади рашить не станет. А тут, может, лучше не Скади, а Линку вообще купить. Блин, не знаю, тут столько вообще вариантов на этом ЦК хороших, что можно приобрести. Ну, кстати, Линка реально круто. В том числе и как раз Скади, да. Скади тоже будет неплохо. Линка против Астрала, Линка против Дума, Линка против Солбинда. Ну, ты не можешь просто Солбиндом, я так понимаю, нормально играть, когда Линкен Сфера есть. Ну, то есть ты не можешь кастануть Солбинд в именно ЦК. Ты можешь его связать, я так понимаю, через Линку. Да. Но конкретно кастануть в ЦК ты не можешь. Линкен Сфера, да, появилась, кстати. А это ему нужно против, мне кажется, Никса в первую очередь. Ну, это понятно, но 4 секунды калдаун. Ну, да, но... Сейчас вообще 2,5-2,8. Ну, смотри, как получается. Как получается, то есть ты получил Моноберн, нажал, через 4 секунды БКБ. БКБ у тебя, допустим, 5 секунд. Это уже 9 секунд. Ну, Линка к этому моменту, да, не успеет откатиться. Ну, 9 секунд, да, получается. У тебя без вот этого чудовищного урона с Моноберна ты можешь конкретно в тимфайте там дамажить, как-то... Ну, против Батрайдера тоже не лишний. А потом Койл кинул, и у тебя Линкен Сфера. Ну, Линкен Сфера, такой артефакт, он вроде понятный, да? Ты купил Линку, мне там Дум не залетит. Но не всегда так работает. Это да. На практике. Если бы так всегда работало, что ты нажал, что только Дум контрит. Больше ни на что не реагируешь. Ну, вот сильно. Даже слишком. Да было, я думаю, нечестно. Даже. Одним артефактом контрить какие-то таргеты ультимейты жесткие. Супер Линка. Ну, или, я не знаю, сделать ей КД 100 секунд тогда. Да нет. Типа, выбор только Дум. И чтобы только, не знаю, даже... Или, не знаю, 3 минуты, 180 секунд, чтобы она контрила. Разве что так. Что-то придумать. Но это, да, действительно, какие-то глупые вообще нарушения баланса. Сродни посту Ярика, как в Миссы, надо убрать с радианса. Абсолютно то же самое. Настолько же глупая затея. Там нормальный тролль, на самом деле, по лицу получил. И от Рошана, и от Медведя, говорит, не. Ну, тролль не особо ты богатый. Блин, как же тут хороша Алибарда на Хауснате. Как же она хороша. Вот против... Против этого тролля, чтобы его заткнуть. Миссы получить. Ну, тут уже вот настолько крутые артефакты, что как-то, знаешь, Алибарду... Алибарда как-то не смотрится. Это когда ты всю жизнь ел... Ладно, это будет реклама. Не буду говорить. Ел чебу пели, а потом... А потом заставляет, да, чебу пить свою. И в итоге как-то, ну... Как-то не очень приятно переходить. Ты уже привык, ты не хочешь. Ну, Рошана боятся габиту так вот и ходить прямую пить. Понятно. Можно их понять. Ооо, я огонь в пиксе. Получается. Ну, все. Я отдыхаю. Я камень. Блокархан, я там, что-то тут барабаны. Ну, а как с габитом можно отсюда уходить, мне кажется. Шарик. А что это за шарик? Это змея? Ну, похоже, змея. Надутая змея? Ну, да, да. Понятно. Как в Ширеке. Или как кого там Ширек надувал, когда с принцессой гулял. Я уже не был, по-моему, змею. Ой, я уже тоже не помню. Тролль. Говорит, нет, ну парни, а как играть? У меня маны нет, хп нет. Почему, собственно, Никс, это универсальный герой вообще во всех ситуациях? Ты не хочешь против него играть не только, когда у тебя какой-то Шторм, Лина, Инвокер, там, ОД и прочие персонажи. А вот даже на кэре. Ты получаешь два моноберна, и все, у тебя нет маны на ульту, у тебя нет маны на косты каких-нибудь топориков. Да, благо, есть стики, можно там прожать, но не всегда этого достаточно, понимаешь? Так и способно называется. Маноберн. Все понятно. Очень неприятный персонаж для гамбитов сейчас. Нужно выключать его из драки, я не знаю, думу обязательно в него надо кастовать. Мне кажется, это намного будет полезнее, чем ЦК, который теоретически может выкупиться, прилететь на Шрайна и дать скиллы. Смоук со стороны Дайер пытаются ребят сейчас занять выгодную позицию, и Мершан увидел все это безобразие от кастового. Ну и вариант пусть сейчас. Хотя там Акулыч ушел, жалблокин вар, Кримстрок нажимает ультимейт, лассо на легион-коммандер. Есть Дума, ментально убивает Дума. Ну, сойдет. Да ЦК надо просто бежать. Надо драться, не дерись. Надо как-то переждать, сколько там остается. Ну не так много времени, но сейчас развернется и убьет этого бедного тролля. Тролль пытается до конца грызть бедного ЦК, но ЦК не убивают. ЦК на развороте, останутся 4 секунды. Санитик, Сатафониджи, много очень урона. Пикачу прячется, есть Астрал, Медведь грызет Акулыча. Выходит до Хаак, попытка убить Хаус Найт, а Хаус Найт упал. Без байбека? Без байбека. 107 секунд его не будет, на самом деле. Пикачу чудом отчего уходит. О, еще бы немножко, и пробовал бы вот этот вот Инксвел, который мог бы застанет здесь Лон Друида. Еще плюс 300. Хотят еще подцепить Чеширского Кота, который отспамливается маслом и делает Блинкаут. Там, походу, Дэ в камешек настакал просто интеллект и себе под БКБ. Просто бил этот камень, бил, 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 бил. Какой камень, погоди? А, это камень Никса, Никса, да. Ну, может быть, может быть. И пришел в драку, вот этот Санитик, Сатафониджи выдал. Санитико мне показалось, что лучше, конечно, бы он побил хотя бы просто руками. Там же у него пассивка работает, и люди были рядом. Можно было бы реально неплохо побить. Но он просто бежал, 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 так и не выбежал вообще из драки. И не смог установить здоровье. Забирает Рошана очень быстро и ловко сейчас с Гамбит. Второй Рошана, Айгисыр. Ну и тысячу преимущества для команды Гамбит после вот этой драки. На следующий случай просканировали. На случай какого-то выхода Никс Ассасин, там Батрайдер и прочих героев, которые могли потенциально забрать Айгис или Сыр. И Дахак теперь имеет две жизни. Ну и плюс ультимейт, конечно. Уровень 23, скоро 25. Ультимейт, в общем-то, под Сатаником. То есть, фактически, это полностью восстановит тебе здоровье, если ты хотя бы там 4-5 ударов дашь. На Никс Ассину нужно... Ну как, ему тяжело быть аккуратнее, если тебя ОД начинает откровенно фокусить под Блокенбаром, понимая, что ты цель номер один изначально. Нужно еще Гост купить, нужно и Линзу. То есть, Никсу здесь далеко до какого-то предела полезности своей, да? Мувспид дополнительный на Легионке появляется. Уже 74 урона с дуэли у Олда Кулыча. Ну и дальше он там потихоньку собирает Кирасу. Кираса у Медведя давным-давно уже появилась, и на нее пока не было ответа. Вот Гамбит как раз Кирасу приобретет... Приобретет. Извините, пожалуйста. Ее Олда Кулыча и будет, конечно, полегче. 2018 счет. В 2019 году. И Баха ждут. Ждут? Ждут в удобной для себя позиции, но играют против Аигиса и Сыра. Надо нападать на Легионка Мантра. Вот что понятно. Именно Батрайтерам. Больше смысла нападать на кого-то еще Батрайтеру просто нет. Ну да. БКБшка есть, поэтому Легионку действительно можно отвести подальше, подстанеть, дать Фантазм, дать Хаусболт и убить до активации Блэкингбара и, соответственно, дуэли. Башня упала. Пока особо Баха не хотят. Но входить в позиции стоят все. Никс также закопался. Но Гамбита такое ощущение, что это примерно понимают. Тирует Афониджи с Шиву. Посмотреть, что там в данном хайграунде. Очень много пингов идет от Афониджи по вот этому хайграунду. Что там возможно вообще? Вард стоит у противника. Да, так и есть. Ну и аккуратненько. Тролли можно торговать лицом. На него нападать нежелательно. Батрайтер ждет момента. Легион Командр пока не видно. Легион Командр не видно. Видно только тролля. Нападать тяжело. Медведь. Медведь. Ну, Мишка остается без маны. Это не так страшно. Но и потерял половину здоровья. Ну еще одна башня падает. Окей. Да, Баха просто стоят. Не сплитят. Просто стоят. Смотрят. Да, довольно странно играет. Но может быть ждут то, что гамбиты будут заходить как-то на хайграунд. Нагло ошибутся. Их на этом можно будет подловить. Ну позиционка идеальная просто. Да, в принципе в этом есть смысл. Стоять здесь Дайер. Ну ладно. Ждать вот именно, знаешь, ошибки соперников. Вдруг компонент ошибется. Заметь, Легион Командр. Вот сейчас Легионку можно подцепить, попытаться. Должен быть астрал на Легионку. Но да не успевает. И Легионку затягивают. Очень много урона по ней. Карапаса Легионка погибает. Ультимейт. С Пониксу и Мишки. Плохо, плохо, плохо. Тут уже нельзя сражаться, конечно же. Радиентом нужно убегать срочно. Подцепили еще и Гримстролку, убили его. Главное, чтобы тут остальные ушли, уходят. То есть там не ушел бы тролль Саегиса, а мы дважды убили вообще без проблем. Да. А так все, ну обошлось. Не так страшно. Неприятно, конечно, неприятно. Но не критично. 49-ая минута игры подходит к своему концу. У нас еще одна пауза. Очень долгая карта получилась. В каких-то моментах пассивная, в каких-то моментах даже излишне активная. Вот они графики. Такие легкие горки. СНГшные. И подъем с минус 5 до плюс 5 в пользу команды Гамби. То есть десятку они отыграли. Там за минуты 4. Аегиса тролля, уровень 23. Что там по остальным уровням? ЦК 23, 25 скоро подъедет. Там можно сделать суперстан. Либо усилить свой хаус-трайк. Батрайдер также 22-й. Тут по талантам тоже есть интересный выбор. Лудруи 23-й тоже на 25-м. Талант очень приятный. Да, персонажи влэти, конечно, очень сильные. Агони можно еще купить. Тоже, правда, ведь. Я бы даже сказал, что... Ну, то есть они еще реально могут стать намного сильнее, намного опаснее. Тот же самый там ЦК, Медведь, Никс. А вот Драфт Радиент, он... Ну, там можно еще какой-то купить слот на ОД, но тролль уже он такой. Разве что там, не знаю, продать... То есть излайд можно поменять. Продать диффуз вместо чего-нибудь. Но вот бабочку он купит. Надо будет задуматься о манки-кинг-барах на Мишке. А Мишка уже на Сихимбаром давно-давно. Это, по-моему, в прошлой катке он купил. Нет. Нет, 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 нет. В этой 100%. Короче, давай поспорим, а я потом посмотрю. Ну, посмотрю в ближайшее время. На что поспорим? Давай на... Что я хочу, даже не знаю. У тебя монитор лучше, тебе проще следить за игрой. Я вообще ничего не вижу. Давай. Нет, так 100%. Где наш медведь? Ну, ты не найдешь его. Ааа, где на карте медведь? Вот, манки-кинг-бар. Ну, все. Ну, на предыдущей карте тоже я помню. Просто ты уже познал, видимо, все вселенные. Да, просмотрел триллионы и триллионы игр. Да. Да. Хорошо сидим. Хорошо сидим. Хорошо сидим. Никса Сазин ливнул. Говорит, не честно так против ОД играть. Не хочу. Давно я не видел этого матчапа. Честно говоря, давно. Давненько. Да потому что никто не берет ОД в Никса. Ну, или если ты берешь ОД, то ты Никса банишь. Как-то по-другому не привыкли люди играть. Вообще, довольно тяжелая игра для Гамбит, я так скажу. То есть они вроде как немножко впереди сейчас, на мой взгляд. За счет Оегиса. Но казалось то, что они вообще с Black Hornets разберутся без проблем. Потому что первую серию мы видели, как как раз Гамбит играет. И вторую, по-моему, тоже Гамбит играли, да, на нашем стриме? Гамбит Эмпайр. Гамбит Эмпайр, да. Ну, они там прям реально затоптали. И одних, и других. А тут прям такая серьезная борьба идет. Упорная, я бы даже сказал. Ну, 20-20. Так вот, по поводу тролля. Бабочка. Когда у медведей уже МКБ минуту 10. Ну, ЦК зато нет МКБ. Ну да, ЦК Легенсферу себе покупает. Но мы об этом говорили. Легенсфера хороша. Мне кажется, ему надо скорости атаки добавить и продать саблю. Сабля занимает очень много... Один слот. Да. Очень много. Да уж, да уж. Сабля просто очень дешевая и дает тебе реально неплохой буст в начале игры. Но на такой минуте ты ее можешь поменять на какой-то другой слот. Но нужно, нужно, чтобы у тебя была высокая скорость атаки. Иначе, вот как бы Кераса-то у нас у медведей. Если аура Кераса не будет работать на ЦК и на его иллюзии, он может вообще как бы очень мало ДПСа получить. Поэтому, может быть, сначала купить муншард, а потом уже эту саблю как бы продать и купить вместо нее, ну, опять-таки, МКБ. И уже, чтобы с троллем как-то бороться. С троллем, которого бабочка, у которого миссы. Ну, и, соответственно, там, не знаю, может, кто-то еще какие-то миссы там сможет взять в этой игре. Непонятно, правда, кто. Легионка, разве что, какому-нибудь Элебарду, может купить, чтобы пленку сбивать. Рефрешер на Бэтрайдере, а Еги скончается. Дайр должны быть готовы, мне кажется, сейчас идти воевать. Не могут подраться, хорошо. Если, опять-таки, Бэтрайдер прыгнет с рефрешером в Легионку, он дважды может, в общем-то, ее схватить, правильно? Главное, дважды форстаф, мне даже так кажется. Ну, и это тоже. Ну, то есть, лассо, форстаф, там, с БКБшки, еще раз. Рефрешер, пока лассо действует. Еще раз лассо. В идеале лассо, дабл форстаф, и опять лассо можно делать. То есть, ты максимально далеко отводишь, и максимально контроль у тебя получается по времени. Ну, да. То есть, ну, чтобы не элементарно не могла подойти. Просто надо успеть второе лассо скастовать, пока первое действует, чтобы за чейнстань. Но, может быть, это и не потребуется. Может, тиммейты будут рядом, ты закастуешь одно лассо на форстаф и увезешь героя, его разорвут за фантазм. И ты потом нажмешь рефрешер и еще кого-нибудь цепанешь. И такое тоже у нас возможно. Ждем Рошана форс или нет? Давай решим. Ну, команды, видимо, будут ждать Рошана, потому что боятся, потому что хотят играть уверенно. И одни и другие чувствуют силу своего пика, знают то, что вот уже, собственно, вот он лейт. Тут, грубо говоря, кто лучше скиллы скастует, кто первее нападет, тот и выиграл. Если легионка прыгает, дает дуэль, там, в бэтрайдеров какого-то его убивает, и у него нет байбэка, это огромный плюс для гамбит. Или там в никсав того же самого за дуэль забрать тоже очень и очень хорошо. А если происходит наоборот, если бэтрайдер прыгает в легионку, легионку убивает, и у нее нет байбэка, и вы, собственно, там еще какого-нибудь саппорта подцепили впоследствии, то это сразу же плюс Рошан, это сразу же там минус сторона, и фактически твои шансы на победу резко увеличиваются. Вот, поэтому и одни, и другие боятся, это понятно, вот. Но Рейдин сейчас берут инициативу в свои руки, нажимают смок, бегут на вражеский шрайн, где они никого не найдут, но они об этом еще не знают. Только сейчас убедились в том, что никого нет на шрайне. Хек, сразу же, быстрая дуэль, и бэтрайдер убивает. Хороший фраг, у него с бэтрайдер. Пайбэка нет, он ведь купил рефрешер. Да, и ребята ведь видели то, что у бэтрайдера есть рефреш. Может, они как-то положат его на это действие, я не знаю. Ну, а что, компьютер можно что-то делать. Рошана нет, остается только заходить на хэграун. У них особо-то и вариантов немного, можно уйти фармить. Да, но они, видимо, хотят выкупить, заставить, точнее, бэтрайдера выкупиться. Но, опять-таки, они могут только предполагать, что у бэтрайдера нет выкуп. Могут только предполагать. Но, пойдут, тем не менее. На хэгэ. И вот если сейчас дайр потеряет сторону, мне кажется, будет очень много вопросов к бэтрайдеру. Мол, зачем ему рефрешер без бэйбэка? Валил из себя, решил использовать подкоп, показал свою позицию. В итоге поднимает его в юл, Афонидж нажимает блокенбар. Сейчас можно стакать интеллект. Очень быстро убивает Дума. Пошел Санитик Эклипс, есть Дум. И еще один Санитик Эклипс, афонидж, еще один взрыв. Погибает Никса Сассина. Есть бэйбэк, очень много кнопок. И только, ну, по факту, один Никса Сассина. Этого, конечно, слишком мало. Плохая дракта. Тролль нажимает ультимейт, Сатаник есть. Но здесь тролль погибнет. Но это очень плохо. Это прям очень, это прям безумно плохо. Да, никто не спорит. Все, потратили, а Рошан-то, в общем-то, может скоро заспавниться. 43 секунды. 43 секунды, что, в общем-то, позволяет драться на Рошане без тролля. Мишка берет травола. Там Владмирс у Абаддона. О, кстати, Владмирс очень серьезно бафает команду. Очень серьезно. Тут сейчас намного больше дэмэджа будет и в тимфайте, и на Рошане, и при пуше ТВРов. Этот артефакт можно было бы, конечно, и пораньше купить. Как раз вместо рефрешера на Бэтрайдере. Может быть, лучше было бы купить вот этот вот Владмирс. Если бы в перспективах у Абаддона этого Владмирса не было вообще. Но, видимо, ребята там договорились, что я сейчас бахну Владмирс, а ты делай там какой-нибудь хороший, полезный артефакт. Типа рефрешера там или... Что там, не знаю. Может, клинку какую-то можно на Бэтрайдере тоже купить на самом-то деле. ЦК 6 тысяч. 6 тысяч. Ну, опять-таки, либо МКБ вместо Сабли сразу, либо Мушард и потом МКБ, опять-таки, вместо Сабли. Третий Рошан, друзья. Третий Рошан. Рефрешер для ЦК очень важен, чтобы дать два фантазма. И Рейдинг, конечно же, попытаются здесь как-то помешать, но Рошан падает очень быстро. Под пассивкой Абаддона, под Владмирсом. Скиллы летят и... Отдали. Отдали. Шард пока у Хаос Найта. Ну, скорее всего, он у него и останется. Вот против двух фантазмов, как драться, я вообще себе пока не представляю. Вот прям вообще. Один фантазм ты можешь как-то пережить. Не знаю, раскаетесь, там, понажимать какие-то кнопки, отдать в размен одного-двух саппортов и потом дождаться спауна и снова выйти в атаку. Но тут-то уже будет два фантазма. Тяжелая игра для гамбитов. Тяжелая. Тяжелая. БХ идут по центру пока просто. На самом деле почти в полном составе. За спиной еще и Хаос Найт находится. На нижней линии, напоминаю, не Т3. То есть можно по этой линии пройтись. Там очень много крип. О, да, да, это классная линия. Посмотрите. Две катапульты, да? Это ж Медведь. Это ж Медведь. На топе мы помним, барака нет. И сейчас, на самом деле, можем ближе брак грызть. Медведь с мобом по-прежнему, правильно я понимаю? Он же моб никуда не продал. Да, его сейчас еще Владмирсом добавывают дополнительные. Посмотри на это. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, глистер спасает. Зарядка с форсом. Зарядка с Пикачу. Десять ударов по бараку хватило бы. Абадон. Абадон. Абадон погибнет. Там сетка. 105 секунд нет Абадона. Подцепили... У-у-у. Батрайдера нашли. У Батрайдера нет. Блин, как же... Как же вот Black Hornets опасно, агрессивно играют? Вот у них нет очень долго сейчас Батрайдера, 80 секунд. Абадон-то ладно, может выкупиться, но без Батрайдера это может быть действительно не так-то просто. Пытаются сплитить линии. Пикачу с Аегисом берет талант на... спелл иммунити для Warcry. Или как Battlecry. Это Battlecry. Ну, выкупается Абадон. Этого недостаточно, конечно. Гамбит понимает, что надо, чтобы еще и Батрайдер выкупался. Ну, мне кажется, это достаточно. Аегис. Куда, куда идти? К кому идти? Нельзя на хэграун, то есть. 58-ая минута игры. Башер появляется у тролля. Вот он Дефьюзо Блэйд, в общем-то, и поменял. На байбэк оставляет деньги, естественно. Одна ошибка от Гамбита. Они могут просто проиграть игру, потому что Медведем разворотит вообще всю базу под Момом. Очень быстро. Да, там в трон реально может быть заход, если не будет выкупов. 35к на Творце, это вам не шутки. Так, ну движение уже идет без Батрайдера. Ребята идут четвером. Но с Аегисом, с Шардом. Шард, правда, лежит... Не знаю, на самом деле, насколько это сильно, когда тянет Аегиса, вот так вот оставлять его. Можно отъехать очень быстро. Ну, надо нажать фантазм в таком случае, и сразу же ПТ переложить. То есть, как ты понимаешь, статы останутся... Да, конечно. Статы на иллюзиях останутся. Ну, только если так. Ну, я не знаю, насколько эти статы от ПТ вошли будут там в момент. Да не особо, на самом деле. Второй фантазм можно уже без ПТ прожимать, естественно. Не дожидаться пока... Обновиться. Хотя, зачем тебе второй фантазм прожимать сразу, пока первый работает, правильно? Это же не за. Блин, там же реально все появятся, только иллюзии, это же вообще будет шесть. Не-не-не, это не так работает. Иллюзии не появляются дополнительно. Не появятся дополнительно иллюзии? Нет, конечно. Я думаю, что с ума сошел. Это же вообще эмба была бы. Эх, жаль. Глифа в этот раз нет. Отковыряться так не получится. А там дд в виде. Так что... Шутки плохи. Его быстро, конечно, сейчас сфокусят, но ронжовый барак уже утерян. Перевызывает, кстати. Это не ржовый, это милишный форс. Да. Да, рак, милишный. Форс атак по... Массовый. Это выглядит, конечно. Я, честно говоря, первый раз такое вижу. Матрайдер полетел на Легионку. Просто затянуть ее на хэграунд и лишить возможности участвовать в драке. Дум был закастован, но Хаус Найд должен жить. Он должен драться. Дерись! Пока Хаус Найд пытается уйти. Иллюзия очень сильно доставляет из комфорта тролля. Тролль получает подкоп, получает маэромбер. Но Дээ. Есть лассо. Можно очень быстро выбить. Браза атак есть, но смысла нет. Легион-коматор вне драки. Три байбэка от команды гамбит. Там, посмотри, что Никс, смотри, там Соло с иллюзиями чуть не убивает этого бедного тролля. Три выкупа. А ведь еще один фантазм есть, друзья. Еще один фантазм. И мне кажется, Дайер тут ни в коем случае нельзя отступать. Нужно идти по миду. В боте просто пачка толкает линию. Там уже тролль начинает активно этот лайн пушить. 9000 преимущества у Дайер. Рефрешер перекладывает себе ЦК. Не спешит пока его активировать. Думает, что есть определенная вероятность, что Дайер отойдут. Но есть вероятность, что игра сейчас может закончиться, если вдруг немного гамбиты ошибутся. И БХ продолжит свое наступление. Но они пока отходят. До Рошана еще долго, а Игису еще в инвентаре 15 секунд. Но, похоже, нас ждет еще 10 минутка в ожидании Рошана. Ну, с Медведем-то можно. А, Медведя второго нет. Боится его Пикачу отдавать. Руна иллюзий. Отличная руна. Пикачу тут подконтроливает баунти. Бадон берет книжку. Огони ему ЦК, или мне показалось? Не-не-не, ему что-то. Огони ему Пикачу. Окей. Да, я ж думаю, какой уж Огоним. Ну, сейчас Медведь будет играть еще и супер. Грязную доту можно на топ. Будут заходить в ранжевый барак, забирать. Огоним готов. Ну, Медведь тем прекрасен. В такой лейтгейме, что у тебя 12 лотов потенциально можно покупать. А, сейчас рюкзаком. Рюкзак у Медведя есть. Никс, конечно, жесткий. Если в драке ты его не убиваешь, он даже троллит. То, да, это реально бегает. Комфортнее говоря, даже продает. Но вот этот момент ключевой, конечно, это лосо в регионке. По-хорошему, по-хорошему, его просто надо думить. И, ну, если за Дум его не получается убить, то, в общем-то, забить на него и просто фокусить других героев. Потому что Дум действует достаточно. Можно Агоним на Думе даже попытаться выформить, чтобы Никс вообще как бы не мог пережидать ультимейт Олда Кулыча. Ему нужно было бы как-то далеко уходить, тогда таймер начинает тикать. А так он может схватить такой Дум, закопавшись. Реально, он же не выкопается под Думом. Да. Ну, и все, отдыхаешь. Отдыхай, говоришь ему. Просто периодически подходишь, обновляешь тайминги. Мишка, пошел. Тролля нашел. Драться не хочет, но придется. Все. А ну, это пока ничего не меняет. Эбисол. Интересно, интересно. Хекс на Мишку. Мишка топорики. Плевок. Икс Азин! Вот это подкоп. И массовый диспел. Жесть. Эх. Фромпок Чамп Тулул. Классика. Максимально Фромпок Чамп Тулул. Очередного Рошана ждут, похоже, да, Эр? Ну, мы ждем тоже. И мы ждем тоже. Особо не торопимся никуда. Ох уж, эти игры с медведями. Рефрешер. Оу. Серьезно. И рефрешер, и шард, и орб. Могу себе позволить. Гарри Палантимос. Странно, не меняет саблю. Не меняет армлет на сабле. Два артефакта, которые можно менять. Да, такие дешевенькие. Или манту какую-нибудь, да? Не знаю. Сатаник можешь купить даже, если мы говорим про статы. Сатаник и муншард. Или башер, или мкб. Блин, столько крутых слотов, насыка, реально. У него 32 с половиной тысячи и нетворс. Но... А ты себе хоть и абиссал, наверное, можешь даже позволить. Ну да, просто за рифт, чтобы просто реально убивать за рифт. Рифтанул и... У тебя все сквозь БКБ, брифт, брифт, абиссалул. Ну, варианты есть, и к тому, что я тебе... Сколько на самом деле там стоил? Тысячи три, армлет стоит тысячи две. Ну, то есть такие предметы. ИПТ тоже, в общем, предмет, который можно выкладывать рюкзак. Но пока ЦК этого хватает. 8, 5, 9. У нас уже много у кого уровень 25. Гримстрок к 25-ому подходит потихоньку. ОД давным-давно, 25-ый. ДУ 22-ой. Дума тоже денежки капает. Хотя с Сабадоном, на удивление, разница небольшая. Да, у подорона нет такого таланта. И Девауэр, в принципе, нет с нулевой минуты. Нет, потом скоро тоже 25-ый. Ммм, ау-е, мисс Койл. Либо 225 фатикшилл, хелс. Даже не знаю, что лучше. Хекс на Никс Ассасин. Наверное, щит лучше. О-о-о, даже так. Даже так. Но это Никс Ассасин. Это Никс Ассасин. Правда, непонятно, что с ним делать дальше. Он не имеет сыр. Пока-то его убить, есть дуэль. Даже так. Никс Ассасина убьют. Есть байбэк. Никс Ассасин моментально выкупается. Санит Клипс, а то Дэ. Напомню, что там с байбэками проблема. У Дэ в Юле. Хватит какого-то еще контроля. Параллельно тролль грызет. Хаус Найт. А Хаус Найт. Старт в последний момент. Пытается уйти из драки. Есть у него Рефрешер Шар. Рефрешер Ор, прошу прощения. Но он пока его не использует. Просто уходит в страхе. Погибает Абадон. Погибает Патрайдер. А потом без. Выкупал он. Друид страдает. Друиды надо как-то спасти. Подкоп от Никс Ассасина хорошо. Но этого не хватит. Никс Ассасин. Зачем же ты здесь закапываешься? С байбэка пришел, закопался. А оказывается, могилу свою выкопал. Ну, так и есть. Так и есть. И вот сейчас, когда нет двух байбэков, у команды Блэкхорнас пойдут гамбиты, скорее всего, в трон. Ну, ЦК, по крайней мере, он пытался сажал. Но это должна быть хорошая попытка. Там нет ресурсов никаких для драки. На самом деле может получиться интересно. Надо Легионку цеплять! Легионку уже! Ну, елы-палы! Погибает Батрайдер. И еще пытается сфокусить здесь Хаус Найта. Хаус Найта очень... Не, Хаус Найта разворачивается. Начинает лупить довольно жестко. Еще один Ауе проза. Так как же это круто работает. Ну, вообще все, посмотрите, как быстро бьют. И ты ничего не можешь делать. Погибает Хаус. Подвел Медведя, связался с ним с Олбиндом. Сейчас Пикачу. Выкупается Хаус Найт. Но у него нет больше ресурсов. Я так понимаю, для того, чтобы дать фантазм. Нет возможности это сделать. Рифтует прям по Т4. Палантимос больно бьет. Но это только один герой. Там есть еще четыре. Трон? Трон. Нет смысла ждать. Абадон, байбек. Может быть... Выкупайся! Надо выкупаться на Абадоне. А Медведю лететь на трон вражеский, мне кажется. Жми байбек. У него только он натикал. Он как будто не... Зажми байбек. Зажми байбек. Отличная кульминация этой встречи, друзья. Просто потрясающая. Вряд ли бы это, конечно, что-то изменило. Но это было смешно все равно. Нет, ты прав. На Балантрон реально лететь. Это был один, наверное, шанс сейчас эту игру... Разменять. Хотя попытаться. Даже если шансы были минимальные. Ты видел, как падают бараки под момом Медведя? Ну, как бы он Т4 тоже бы быстро сломал. Если бы ребята там повыкупались, попытались как-то задержать. Не знаю. Покидали бы там кайлы. Что-то там поторговали бы лицом. Не знаю. Может, что-то бы придумали. Кто знает. Кто знает. Как бы отреагировали Гамбит? Может, там у них бы паника какая-то началась. Парни, парни, нас Медведь пушит. Готтп. Тп нажали. А там ЦК их разбил. Два. Там что-то там кому-то там еще ударил. Человек сам телепортил. Ну, блин, ты никогда не можешь недооценивать вот именно какие-то вот такие, знаешь, затупы вот именно вражеской команды. Вдруг там кто-то собьется. Вдруг там кто-то начнет делать неправильные вещи. Ладно. В итоге кульминация действительно... На паузу мы уходим с Форсом. Ждем следующего матча. У нас получилась такая продолжительная карта. Больше часа. Час 05. Долго мы смотрели. Ждем следующую серию. Спасибо ребятам из Black Hornet за две великолепных бестов один. Ждем следующую серию.